Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это четвёртый тур моего восьмого дуэльного турнира. Наконец-то мы перешли с континентов на контактные карты. Сейчас в течение трёх туров будет Пангея, эге-гей. И я играю за Марокко против Сиама, за которым играет человек под ником Оуи. Оуи. Ну, не знаю, как правильно это произносить. У меня на выбор была Голландия, Турция, Швеция и Марокко. И взял я Марокко по простой причине, что у них караваны... Я не верю, что у меня тут останется куча пустыни. Ну, как всегда. Вот, обратите внимание. Типичный пустынный старт за Марокко, да? Я к тому, что способность Марокко как раз будет работать очень хорошо. Потому что, скорее всего, воля придётся играть, потому что карта контактная. Придётся караваны в города государства отправлять. И культура от караванов, которая есть у Марокко, это очень неплохой бонус. А что у Турции, что у Голландии, что у Швеции, их бонусы вряд ли мне помогут. Или я до них просто не доиграю, как мне кажется. Ну вот, мой соперник уже поставил город. В принципе, мне моё место тоже нравится. Так, сейчас я подумаю, куда прыгнуть лучше дуболомом, чтобы лучше посмотреть. Ну так, для начала неплохо. Жалко, нету на три еды. Ну, знаете, не всегда так свезёт. Ну, он будет три еды. Видите, и в принципе есть и холмы. Да, я тоже не буду никуда ходить. Мне нравится, когда есть в начале две еды и молоток. Очень неплохо. И я начну с монумента, после чего будет скаут. Потому что я, ну не знаю, процентов на 90 уверен, что здесь будет воля. Ага, он на море, кстати, поставил. Обратите внимание, соперник Исиам. Ну, то есть он может быть далековато где-то, кстати, если он на море поставил. С другой стороны надо сейчас искать. Сейчас мы его найдём. Пойдём пока... Вон, Катя ГГшку я уже вижу. Очень хорошо я пошёл. Пока непонятно. Дело может быть справа или слева. Поэтому пойду влево. А уж когда появится... Так, давайте смотреть. Одинаково, одинаково, одинаково. В общем, мы одинаково поставили не на холме. Одинаково обрабатываем какой-то ресурс с едой и молотком. Так что... Всё, абсолютное равенство. Как... Насколько всё-таки у кого лучше место старта, мы поймём, когда наши города вырастут. Так, Антверпен я нашёл первый. Но он, походу, кстати... А может и не на побережье. Ну, пойдём дальше смотреть. В любом случае. А, на побережье. Значит, мой соперник всё-таки справа. Ладно. В принципе, неплохо. У меня тут два ресурса счастья. Причём, видите, у них тут леса. То есть, можно не заходить в вырубку джунглей. Давайте, наверное, мы... Да, давайте, наверное, в майнинг пойдём. Так, а потом в календарь. Можно, кстати, за счёт этого попробовать библиотеку построить. Потому что у меня две клетки с вырубкой леса. Вполне... ...логично их потратить на строительство библиотеки. Тогда мы пойдём не в календарь, а в письменность. Так, Марракеш растёт. О! Неплохое чудо. Улуру. У меня уже было шрипадой, тем более с мрамором. Это неплохо. Так, что мой соперник обрабатывает? Ага, он просто две еды обрабатывает. Вообще без ничего. Две еды. Ну, значит, не очень у него там... Хотя, может, у него там, знаете, холмов дофига. О, класс. Это я люблю. Когда лошадки так появляются. Шесть лошадей. То есть, в принципе, если что, колясками. Ну, просто местность выглядит такой довольно ровной. Вот ещё одна ГГшечка. Очень хорошо, что у меня рядом города-государства находятся. Он, по-моему, тоже открыл лошадей и начал их обрабатывать. Хотя нет, у него нету... Нет. Может, и открыл, но не обрабатывает. Так, Сидней я тоже первый встретил. Пойду уже вправо схожу. Так. Я буду волю играть. У меня уже было несколько опытов игры волю против традиционника, если мой соперник пойдёт в традицию. Я здесь вижу кучу мест ставить города. От ещё одного скаута. Местность такая... Ровная. То есть, в принципе, колясками быстро можно будет... Ну, пока ровная я дальше ещё не открыл. Ну, так выглядит, как будто... О, ещё одна ГГшечка. Все рядом со мной. Это, кстати, одна из особенностей Марокко. Реально очень часто, вот если... Ну, вообще любых наций, которые... У которых на... На города-государства какой-то упор идёт, То частенько они вот именно... Ну, да. О, сейчас я возьму пантеончик. Пантеончик мне надо брать... Можно на плантации взять, А можно взять на... Плюс четыре от... О, и тут уже конец. Слушайте, а где он? Пангея. Не понял я. Интересно. Или можно на плюс четыре от чудес. Ещё можно от каменной кладки. Ну, как-то... Как-то так. Слушайте, а где... Я чё-то не понял. Где, собственно, Сиам? Ну, что, плюс четыре от чудес взять, наверное. Плантации. Только мне надо понять, где мой соперник, чтобы... Города правильно поставить. А то у меня вот уже море, и вот уже море. Походу он... Да, блин, и тут уже конец. Наверное, всё-таки вот тут какой-то проход есть. Мне так кажется. Ну, сейчас узнаем. Потому что тут вот уже тундра. Ай, блин, этот... Это чудо мне не достанется, к сожалению. Ну всё. Я все четыре ГГшки открыл первым. Богата. Так. Ну, у нас у обоих уже по три жителя, да? Всё-таки у меня... Нет, одинаково с производством. Всё одинаково. Потому что я не думаю, что ему имеет резон идти в традицию, на самом деле. С таким... С таким производством. Единственный вопрос, где он? Это вообще как-то... Какая-то очень интересная карта тут... Получилась. Да, ну, надо, походу, вверх сбегать. Нет, какой же календарь сначала. Си-а-ам. Ау. Вот тут, походу, какой-то... То есть, такая пангей, типа, напополам разделенная. И все ГГшки у меня. То есть, у него вообще, по идее, должно быть очень маленькое. Ну, или тут вот, кстати, ещё. Вариант. Надо мне лучше скаутом туда пойти. Попробуем. А, блин... А блин. не тут сильные тянем но мрамор не получится и вот тут можно ставить город прямо на холме рядом с чудом просто боюсь что там где-то сиам близко и он тоже хочет там поставить да ну тут походу нету прохода давайте-ка воина полем ты шушь и так подставляю что я постоянно так сколько мне до посела 5 ходов вот чуть не обстреливал нифига а вот может быть проход кстати у меня все города году у меня старт просто ну блин я получил на ровном месте 120 золотых на счет этого я смогу развивать свои города да в одну клетку прикиньте и вот у но это но это прямо блин это просто везу к базу ко мне все могу спокойно города ставить здесь вот на перешейке поставить город ну конечно ему наверно конечно надо в традицию играть вот в данном случае все-таки в традицию но дело в том что у меня с развитием все равно намного лучше будет я вот вижу территорию так три хода ну давайте амбар не все равно еще может где-то там быть кстати может так поспешил уже прям сказать что вот тут кириманджаро забрали ну смотрите у меня раз два три четыре пять как минимум пять уникаш не 555 уникальных ресурсов роскоши да вот тут на холме тут очень такой неплохой производственный город будет религию мне даст в в путь набожности надо сыграть и можно хоть тут на развитии сидеть сколько угодно антверпен где твой рабочий ну вот можно сейчас будет попробовать библу построить выйти в философию построить нацколледж несмотря на то что через два года ну воля оракул не помешает конечно же никогда давайте глянем соперник не вышел производство у него но где я думаю он играет через традицию по силу строит просто это все объяснение почему у него стало больше производства а вот и поселенец так ребята дайте кто-нибудь рабочего сидней амбар построил да неплохо здесь будет очень неплохо далековато правда по дорогам конечно через волю желательно поближе ставить может про атаковать прокачаем слегка скаутов отлично это прям то что надо и и не поссоримся и рабочего нет я не буду сидней отдавать рабочий нам нужен самим так пошли вырубать лес ну тут пока два варианта либо тут ну тут видно что что-то должно быть либо тут проход не очень понятно где конкретно этот пойдет сюда вырубать ой блин почему библиотека смотрите-ка так вот так сделаем чтоб вырос вырос город лечимся давайте вырубаем ну тут я все-таки думаю что самое лучшее там будет поставить надо будет контверпу вернуться украсть у него еще рабочего так давайте-ка глянем что у нас тут какие места тут вот еще видите можно город поставить будет ну тут конечно нет уникальных ресурсов но просто сам по по себе город неплохо будет особенно когда я буду по пути набожности играть через пагоды прям место вот для игры путь набожности конкретно блин да что ж ты делаешь сидней ты тварь такая это плохо отобрал у меня один ресурс тварина что творит кстати а богата не хочет давайте-ка такой защиту пообещаем и Женеве Да и Сиднею в принципе тоже Вот осталось у Антверпена Кто вообще какие-нибудь лагеря хочет Богодат просто хочет, чтобы варваров Убивали Не буду давать ему пройти Сюда А, отлично Мой соперник город уже поставил Ну и я Не отстаю от него Так, полечимся И давайте наверное сразу Библиотеку Ради Нацколледжа быстрого 8-16 Не, ну блин, Сиднея Это вот подстава Четвертый радиус, как он мог четвертый радиус захватить? Это хрень какая-то Так, ну он явно на воде поставил Он будет морскими караванами отжираться Просто вопрос в том Хорошее ли у него место для этого То есть мне достаточно Блин, тут по пути набожности Я вижу, что тут очень неплохо Развиться можно Очень неплохо Пользуйтесь Двагис для выбора товаров и услуг Аптеки, магазины, маршруты И другая детальная информация О городе подробнее на сайте Двагис.ру Двагис, если быть точным Так, шесть ходов Библа Знаете что, можно даже будет Так, а что я там следующее открываю? Обработку бронзы Да, можно будет Пикинера Не пикинера, ну копейщика Походить по городам Пособирать дань Хотя на иммортале сложновато будет Десять веры Вход Шесть Так, пять Давайте лучше пять Так, мне, пожалуй Даже не буду спешить Я в коляске Потому что, ну, у меня, собственно Не на кого нападать А вот пирамиды Не помешают Чувак прется моих коней, что ли, грабить Фик тебе Так, пошли пытаться Рабочего лантверпа наспереть Так, счастье появилось Блин, придется потерять ход Рабочим Хотя, может, поставить его сюда Пускай он захватывает его Какая разница Блин, куда он поведет своего рабочего Знаете что, я, наверное Встану вот так И объявлю войну Иначе он рабочего спрячет У меня такое ощущение Пускай обстреливает А, блин, у меня же промоушен Но я все равно не буду Объявлять мир Я пограблю сейчас клетки Захватил рабочего Так Блин Ай, дебильные варвары Так Семь ходов До нацколледжа Ну, мы этого отберем, конечно Жалко просто, что Ходы теряются Так Три хода А, подождите Да, я исследовал вырубку Давайте Копейщика Как раз Время До постройки Библиотеки В рабате Будет Философия Блин Куда он повел его Ты жопа В этот лагерь Так Маракеш Вырос Библиотеки 6 счастья вот женева хочет вот кстати в данном случае если мы будем через пути набожности играть то выполнение заданий религиозного гг очень сильно приветствуется так бронзворкинг давайте в метколуки пока так 3 хода там 4 хода блин убегает от меня тварь мог бы добить понимаете а как говорится глаз витит да зуб не имет а вот у нас где еще есть мрамор но все-таки проход только вот тут ну блин ты реально к это не пангея а реально континенты но типа пангея потому что потому что вот на континент все равно 1 да ну придется сходить за этим рабочим конечно я его дебиль на подставил что ж поделать так пять ходов два хода давайте еще одного тогда пойдем наверное уже в набор что у меня рабочих будет достаточно блин слабоват так пошли с этим лагерем разбираться хоть ты тут еще один город ставь придется на воде а на воде и так у моего соперника города вот он пустил караван на еду вот он вот он достроить мне копейщика наверно дострою после уже начну нацколледж так а здесь монумент и амбар теперь давайте на осмотр прокачаем соперник вышел в классическую эру так нацколледж 14 ну нормально нормально меня устраивает даже сейчас еще быстрее будет 13 сейчас наверно куплю железо прям сейчас и куплю через два хода она добавится я сейчас еще приду вырублю лес на нем наконец-то о это кто богата хотела круто культура надо будет потом вот этот пойти тем более что мне тут надо город будет поставить цитрусовые как-никак так вырубаем и марракеш вырос достаточно все отлично пошли разбираться с этим лагерем о еще рабочий знаете что я думаю что это рабочий от женевы я его верну мне на данный момент рабочих достаточно у меня будут еще пирамиды в будущем то есть еще два рабочих плюс еще я возьму гражданство когда нибудь и этого всего выше крыши на самом деле не туда пошел действительно надо уже 7 ходов как вы понимаете я буду брать не на производство беру плюс 2 а не стоп потому что фиг знает где соперник нету смысла сейчас крутую армию строить а вот плюс 2 это очень хороший бонус так дальше укрепляйте пока не буду возьму этих так пойдем ка сводим к килиманджару еще один рабочий ну класс килиманджаро сводим что у соперника ну и да и да караваны пошли вот он уже отжирается двумя городами хочет побыстрому он конечно меня догонит по науке я не спорю но мне вот это нацколледж быстрый и быстрая библии нацколледж они мне дадут возможность держаться с ним наравне долгое время а потом я просто буду покупать универы за религию блин наверное это я зря сделал скауты не потерять теперь так ну пошли гражданскую службу да это рабочий антверк он тоже верну ему во первых за лагерь получу признание во вторых может там уже сям кстати долбает этот лагерь между прочим вполне может быть ну судя по тому что раненый может мне отойти не тогда бы я увидел на самом деле мне все равно наверно лучше сейчас я гляну короче следующим ходом если он будет его бить то я отойду чтобы он его не видел дождусь когда он постоим пока скаутом пять ходов очень неплохо но у него больше производства то что у него города выросли то есть я тут немножко притормозил для того чтобы нац колледж построить вот это все да блин отлично быстрее религия будет и сохраняем на миссионера пока постоим наверно так закончили закончили три хода все обрабатывается уже нормальненько так тут давайте чтобы быстрее росло щитипы на пятом радиусе но я очень сомневаюсь что ну не видно чтобы у кто-то тут долбил ладно сейчас я вылечусь окончательно что тут рабочие а это я отдал женеве и он тут стал своим рабочим разгуливать в труселях так ну что что мне тут пошли теперь в рабат да я тоже мрамор хочу кто же его не хочет да вы надоели нету промоушен от килиманджаро ну что можно конечно сюда встать и моего скаута убить легко и просто легко и просто ну захват блин ну что такое не везет есть нац колледж я думаю с наукой у меня тут надолго все путем так тут давайте на производство теперь не хочу расти два три то есть он еще на жемчуге надо будет поставить видимо ну давай только никто не появится не надо ну 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 е богата верну богате пускай будет союзником так где мне город ставить вот хочется вот тут наверное вот на этом холме постоим так охоту я не открыл еще нет будет открываться Так, следующим ходом... Нет, миссионер не следующим еще ходом Блин, да что ж вас тут? Скидка или плюс одна вера? Или я уже могу, вот, смогу купить за сто? Да ёб! Эти, блин... Все горы тут такие Надо вернуться полечиться в богате И бежать потом Скаутом смотреть Идите на Antwerpen вон Идите на Antwerpen Так, а что тут Построить тогда? Может... Не, караван давайте Причем в столицу отправлю На отъедание Несмотря на то, что играю через волю Да блин... Ну вы издеваетесь надо мной... Где ты нафиг? Кто-нибудь еще хочет? Сидней хочет... Ага, тот Но это далековато Стоунхендж хочет Женева Логичное желание От религиозного Государства Слушайте, может мне тогда лучше Стоунхендж построить? Оно мне как бы сейчас важнее, чем Пирамиды По той простой причине, что Соперник все равно не пошел То есть Пирамиды мне всегда достанутся Так, значит Где я хотел? Тут Блин, а может все-таки Тут поставить? Тут еще можно для Морского города оставить Местечко Как-то далековато я города Ставлю для воли Я тут поставлю Никто, кстати, иудаизм еще не хочет Ой, что это произошло? Моргнуло у меня Вроде запись идет А, не открыт А почему не открыт? Нафига драму и поэзию Вот так сначала Блин, кони сейчас побегут, конечно Кстати, оракул у меня еще Нужен Так что Про пирамиды пока Так Ну это невозможно просто Ну это какая-то Надо верти туда на помощь Ай, блин Ну что у меня он еще Триндец Триндец С варварами, конечно Может коляску одну построить Ну как видите Догоняет меня Соперник по науке Очень конкретно Обогнал уже По Населению Даже боюсь уже Караван пускать Ну он вот тут встанет И его разграбят просто Подождем Или местами Поменяться Так, сделаем Блин 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 погода куплена блин так и знал что он сюда пойдет этот отмороженный дебильный варвар обломись к но кто-то долбит этого варвара снизу отлично это чудесно просто ну вот так тебе не ожидал так фес религию принял это просто здорово обалденно так лечимся отлично можем убить этого мудилу можем а вот кто его долбил поехали в марракеш на еду пускай там откроем сейлинг инженерное дело и пустим два каравана пожалуй на золото что не убьет так значит stonehenge я вам сделаю сидней хочет вон ту но я сейчас коляску достругаю и пойду разбираться так уж и быть что там надо сходить все таки посмотреть что там знаете как в анекдоте что перевезли посылку старшером и валенками давайте откроем посмотрим что там так где будем ставить город вот тут будем ставить город так можно начинать дорогу проводить в принципе вот тут место для города и ну такого мусорного ну кто-то еще с ракет так шелк они хотят чтобы я добавил шелка который есть у них блин вооруженные города государства в я но а и и и и и и так пошли скаутом к сиаму так надо еще все себя пагоду еще одну пагоду и можно будет переключаться на миссионеров распространения отлично блин не отлично я боюсь не успеть с этим лагерем раз как знал ладно не хочется меня на побережье ставить потому что там все-таки города соперника имеются так что у нас тут ну отъедается да это все караваны это караваны мне надо больше городов ставить кто-то другой блин сам сидней уничтожил этот город карава как его лагерь кто-то другой главное кто же этот человек кто этот мистер икс пойду к килиманджаро всех свожу давайте глянем вообще еще что тут вообще как бы хороший тут может быть города просто не хочу пока не знаю где находятся города сиама ставить золотой век отлично я первый вышел в средневековье между прочим золотой вековье золотой вековье так пускай рынок построится потом на рост переключу или может посело построить все пагода в фесе куплено а а а а а армии у него нету так отойду-ка я так как невозможно ничего покупать на потому что в касабланку еще религия не распространилась ну давайте купим мантверпен и в богату религию принести так поселенец мечники то есть сопер ну в колосс правильно он вышел чем колосс строит все верно в принципе так оракул меня два поселенца будет меньше надо два города будет поставить но уже придется на море ставить вот у нас конь да конь это серьезно что богата хочет блин я богату наверное навсегда своим союзником сделаю так может мне тут поставить город медь будет проплыв возможен тут тоже неплохо поставим интерна из рабата тут поставлю а из марракеша сюда поставлю хороший такой перешейк контролировать можно пойду ему пограблю сделаю сейчас три ремы пойду пограблю караваны морские так на чем-то обстреливают меня на боже а где сианта вообще ничего не понимаю или в столице мавзолей гили карнадский построить так соперник тоже вышел в средневековье так что у нас дальше ну давайте а я где-нибудь мачу-пикчу могу могу в рабате по идее давайте мы сначала в мачу-пикчу выйдем металкастинг потом универа к этому моменту у меня по идее универы должны уже строятся блин боюсь убьют меня копеечка моего какая дебильная карта просто нет слов а а а а Продолжение следует... Ой, я накопил на укрепление, ну ладно Укрепим Так, где тут мечети И... и... Ну вот распространение, мне кажется, меня брать не надо Потому что я и так нормально смогу распространять Давайте, наверное, плюс 20 Около дружеских городов И так будет религии немерено Да, богата тут надолго, мой союзник, похоже Слушайте, ну блин Полное ощущение, что какие-то континенты Убьет сейчас кого-то мне Эх, жаль Брать ли реформацию уже Я все равно иду Пока сюда Потом металкастинг и education Попозже будет О, наконец-то Так что возьму ускорение строительства Лучше Так Тут дорогами Соединено Я вот тут дорогу проведу И... Так, наверное, дорогу Или вообще надо вот так ввести, собственно Ну да Так, полечимся О, скаут поплыл Хреново Так Надо Возвращать Колясочку мою Так, ну что Ну, я так думаю, что у нее закрыта Традиция, да Он в средневековье Кстати, еще надо глянуть, куда он вышел Угу Так Чука, соблонка Ну, давайте на Миссионера Оставим Ну, вот укрепил я Ну, если зря я Профукал, что у меня сейчас будет укрепление Пророк появится Надо было На Миссионеров Оставлять Так Так Ну, вот укрепление Интересно, куда там этот скаут поплывет Так, еще один караван Что у нас с золотом? Куда лучше всего? Из Марракеша в Антверпен И из Марракеша в Сидней Вот из Марракеша в Сидней Согласен Он бьет Сейчас, наверное Ну, нет Стоит О, отлично Его скауты там Прессуют Гильдии Почему Касабланка не становится Придется В Касабланку Религию распространить Религию распространить А может кто хочет Караван? Нет, никто не хочет Ну, в Сидней Добрый вечер Так, на пагоду Сохраним Сидней вот 8 ходов у меня нормально что возьму счастье от дорог варварами тут конечно мутузит пакеда не ожидал что у меня прокачка от килиманджаро то ну да там скауту хана что же поделать может еще один маракеш отправить тогда на еду пока золотом все нормально давайте-ка еще одного миссионера купим а дальше уже все есть амбар есть из феса в маракеш дорога дорога ну вполне могут и глясами он может захватить этот город но вот это я наверно плохо поставил он тут вообще обстреливается только в путь пускай он боится лучше что это свои караваны мне мне эти города не очень страшно потерять честно скажу ну блин ну как так можно было юнит и поставить чтобы я подойти не мог тварь богатинская богатская блин да тут он уже начинает меня опережать ладно давайте пирамиды построим а обработи обработи хреново честно вам скажу ну нечего то счастье вообще пропала что устроен вроде так все на производство стоит так теперь мечети полечимся все Так, у меня остался, собственно, Сале и Танжер, без религии. Давайте сначала в Сале. Салфетка. Салфетка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Оставим еще для одного города... Продолжение следует... 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 Ну, можно вот тут еще город поставить... тут достанет даже мчуга и в принципе достаточно а не ну конем атаковать копейщика так ну что тут я везде религию оставим для следующего города жалко я как-то антверпен все не могу засоюзить седней медь хочет и генерала генерала ему вряд ли предоставлю добрый вечер так ну что брать реформацию уже в принципе то 10 ходов осталось наверное стоит так теперь мечети тут конечно было бы неплохо геликарнатский мавзолей но кто ж не даст в танжере построить давайте тут три рема бахнем я тут разобрался с варварами можно отступить ну класс вроде ж кликал кликал ладно блин седней нафига тут свои юниты по приводил что это за хрень нездоровая такая очень и 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 Ученый, ученый это очень хорошо. Так, производство. Так, производство. Будем тут засвечивать территорию на тот случай, если варвары хотят. Так, встанем. Неплохо, неплохо. Уже по еде догоняю. Да, он меня опередил по науке, но, слава богу, универы купятся у меня быстро. Так, трирема есть. Тут проплыва нету. Что он там встал? Ну, вот тут тоже можно поставить город. Это последний мой город, если понадобится. Придите ко мне, Голиас, и он может только вот так. То есть ему типа выходить во фрегат. Но я бы на его месте не шел во фрегаты, потому что арбалеты... Голиас. Голиас. ... Субтитры сделал DimaTorzok Тут проплыва тоже нету Да, неплохо тут, смотрите, будет раз, два, три рыбы, жемчуг Неплохое место, неплохое Сколько я с религией? 20 золота А сколько у него городов, кстати, что-то я не гляну Ну, два Ну, ему, видимо, третий вот тут надо было ставить, судя по всему Тут неплохое очень место Для третьего города Был, не знаю, почему он решил не разбираться с варварами Пошел вниз Конем Может, тапнуть мне в пикинера? Зачем я вот деньги? Что я буду за деньги покупать тут? Субтитры сделал DimaTorzok отлично у меня уже не знаю закрывать набоженность лучше наверное liberty возьму вот счастье от соединенных дорогами городов или золотой век и последний город поставить чтобы меньше да тоже вариант вообще тут конюшню бы неплохо построить так 444 если так все равно 44 так все равно 44 так ставим и сразу сеттлера может в компас выйти ну ради каравана еще одного чуть ли наверно зря так выпрыгнул мечеть в касабланке а ну ап ну хочется мне понапрягать его то чё он тут понимаешь ничего не делает давайте-ка попробуем на джор поставить как-то в два города вот он мне столько чудес поддавал я не понимаю он по идее ну как бы должен был прилично меня опережать пока только на два процента но он видимо все таки идет в астрономию знаю стоит у меня там город около горы у меня вообще по-моему в другую сторону города у меня вообще везу к он на меня даже не может напасть с моря блин вот ему надо было тут ну знаете почему на ради посадку что не сильно города в другую сторону и поэтому он решил тут не стану и тогда она была тут поставить ну вот тут чем плохое место я не пойму нельзя в этого города играть на такой в такой ситуации ты же не континенты хотя может решил что это континент ну карта конечно такая сгнилилась как будто континенты но видите тут выход во фрегат и ничего не даст вот в чем дело так тут на рост тут на рост кстати мне надо маяк открыть все могу мне верой за веру покупать а нет тут видите можно все-таки пропустим такой полуостров что ли так не веры соточка очень неплохо так давайте маяк откроем да ладно давайте компас прямо конкретно так уж и быть собственно это две технологии на которую меня опережает отходит варвары и вы решили напрячь у него армии вообще нет ну согласитесь не так чтобы ну он как-то сильно отставал там по производству например вообще непонятная карта так сначала маяк у нас на будешь меня обстреливать предатель эти сиамом помогает и меня обстреливаешь не хочу тремку и терять ступай золотой век и гиги университет в марракеши круто раз каждый ход ход через ход будет у него будут универы покупаться и вот как раз и к сотому ходу у меня будет 100 науки то есть это немного на самом деле но для игры через волю раз два три четыре пять в шесть городов нормальный результат так сидней хочет генерала женевы инженера города так всякие всякую хрень они хотят будем честны университет в рабате так ну пока тут ладно один ход город идет ставить все-таки но это он как-то он долго с этим городом тянул откровенно почему раньше то не поставить но есть и и и и Пойдем с этой стороны Ну по идее, наверное, все-таки Я не думаю, что он тут будет ставить город Хотя я могу его напугать Тут не очень хорошее место Так, давайте еще один караван Субтитры сделал DimaTorzok Невбиваемый Блин Это я зря Ставь город Окей Университет в Фессе 105 науки Нормально Ну что, может настругать Орбов и пойти На Муанг-Салуанг Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так. Так. Естественное производство. У меня бегают на еду в Маракеш 8.14. Этот бегал на золото. Может мне его и отправить на золото. А на производство следующий уже. Этверпен 6. Сидней 6. Ну в Сидней. Потом из Касабланки пустим в Маракеш на производство. У меня уже практически везде построены. Практически везде построены мастерские. И можно будет арбалетов фигачить. Сидень 6.14. Сидень 7.14. Может купить. Все равно я апать ничего не буду. Это я думаю. Сейчас минус станет. Сидень 7.14. Так. Сразу с рыбацкой лодки начнем. Сидень 7.15. блин это плохо придется отступить отдадим сиаму этот лагерь что же поделать университет в танжере так давайте им пока закончим с покупками университетов пока по году у нас будет в орзу зате да выйти в астрономию построить трирему и парой каравеллы пойти ему грабить собственно так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тем более, что у меня еще никто в святыне не сидит. Возьму, естественно, ученого опять же. С наукой у меня проблемы. Ну, относительно традиционника, естественно. Долго он коллоз строил, конечно. С деньгами. 21 вход. Хотя, на самом деле, у меня денег больше. Просто у меня и... Траты больше. Слон прискакал. Круто. Ну, чё, апнуть? О, у него уже больше армии. Слушайте, он может, кстати, слонами мне вот приплыть и чё-нибудь сделать. Надо бы мне пик поднастроить. Пик поднастроить. Пик. 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 ученого вот я уже мечети везде купил ну что апгрейдить в мечника проблема в том что он сейчас сюда арбалет поставит и будет меня обстреливать очень даже замечательно я ничего сделать не смогу так как я помню мечети уже тоже везде купил да но ему приплыть конечно слонами ко мне идея хорошая побоялся зря я одну вместе сюда вот арбалет ставил теперь мы это место займем так он вышел в ренессанс причем в печатный пресс очень интересно ну я хочу его в следующем ходе мне по идее должны его столицу показать и мы сможем кстати что-нибудь предложить в конгрессе надо первым предложить религию 76 так тут надолго все генерала хочет так начнем строить трюрему она в каравеллу сама перестроится так и да и да и да он ну она 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 Астрономия. Ну, мы тогда давайте в кавалерию и банковское дело. Вряд ли печатный пресс у нас будет возможность. Мачу-пикчу. Все, мечети уже нельзя покупать. Иудаизм я успел предложить. Так, его столицу. 17. Ну, не так, чтобы уже и много, честно говоря. У меня 12 маракеш. При том, что у меня 7 городов. Вообще, счастье есть. Давайте мы начнем. С маяка. Стену построил. Боится меня. Так, Фес бегал в маракеш, как я понимаю, на еду. Давайте продолжим. Видите, была Трирема, стала Каравелла. Висячие сады, 109-й ход. Ну, в принципе, для морского города, естественно, это нормально как раз. Что не стоит с садами спешить. Так. У меня, собственно, тут универы только осталось купить. И на этом миссия закончится. Когда у меня там 9 ходов закрытия набожности, храмы можно прикупить. Храмы можно прикупить. КОНЕЦ Стена. Универ в Сале. Еще, по-моему, универ останется вор за зате, только тут библиотека еще не построена. Пять ходов. Ок. Так, как великие храмы. Ну, у меня маловато, чтобы садить. Давайте лучше сад и корват вот так. Тогда это Мачу-Пикчу. Пять ходов. Все, не на что мне, собственно, тратить религию. Пускай рождаются пророки. Будем в святыню их садить. И святыня, когда я закрою набожность, мне будет прилично давать. Между прочим. Неужели он копит на апгрейд, но он не выходил. Он вышел в печатный пресс. Поэтому я и удивляюсь. Так, как у меня бегают караваны. Два в Маракеш на еду, один в Маракеш на производство и в Сидней на золото. Сейчас мы увидим следующим ходом, что он там делает в Суккатае. Мне кажется, все-таки глянцы строят. Для апгрейда во фрегаты. Да ладно, нет. На чупикчу. Нет, пиза. Нет. 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 Жаль, зря покупал клетку. Зря покупал клетку. Надо, наверное, клепать арбалеты и идти на соперника. Что тут ждать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, жаль. Конечно, на чупикчу дало бы хороший прирост денег. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, проложить дорогу, наверное, надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тем более богата хочет... Блин, начались опять эти глюки. Блин, начались опять эти глюки мои любимые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, тут два хода, два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА отправим шли дорогу строить так закрытие набожности 3 хода что с армией он не строит у меня уже попрыгнул это он скорее всего караваны на производство пустил не показывает на еду это но вот у него бегает караван как минимум а на производство вон молотки швейки видите молотки плывут значит на производство он пустил молотки караваны на производство сейчас пизу айронборкс хочет закончить надо ему это дело не дать сделать кстати я что у меня тут с национальными чудесами танжер соли корзо зате а 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 да а только религию но при закрытии при закрытии будет еще давать культуру и золото плюс еще у меня везде где храмы увеличится на 25 процентов вот значение не за закрытие эти три золота хули сайт этой от теократии возьму будет три золота а после закрытия еще три культуры будет давать ну кого возьмет ученого скорее всего кого еще брать плывет каравелла да ученый блин ну чё ты тут встал своим пикинером отмроженные грешки откровенно долгая игра ну а еще караван можно построить строить ну и плыви блин что варвары меня обстреляли прикиньте так так тварь уйди ты с этого места тут дорогу сделать а че антверпен хочет явно я буду лидировать по количеству веры а а а а а а а а Продолжение следует... 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 так куда мне его посадить может вместо джунглей что производство то мне еще надо будет тут ну давайте тут да и вообще как я говорил рыцарей надо мне построить да ладно тут какой то что он там строит непонятно слушайте а если мне высадится тут у него арбалетами и захватить сукатай просто у него 27 точно он не контролирует приплыть он сюда не может он там отплывает постоянно во блин а а а а так что продолжаем строить арбалеты так дорога проведена что нам соли больше делать нечего а когда тут а 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 пока варварами займусь блин да где ж тут проплыв то а Субтитры сделал DimaTorzok Я вроде все сделал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, фрегаты уже Но он пока проплывет В общем Так Раз, два, три Вот тут надо быть Вот тут Раз, два, три высадились Раз, два, три высадились Раз, два, три высадились Потом вот отсюда высадились Вон поплыл фрегат Я не против совершенно Прям даже интересно Получится у меня это Или нет Если он пойдет фрегатами Мой вот этот город захватывать Будет очень весело Так, значит, еще раз Тут высадился Тут высадился А этот тут высадился Тут, тут И еще плывут Нормально Вообще, конечно Лучше было бы, наверное Три бушетов Парочку еще Так Так Сейчас Тут высаживаемся Тут высаживаемся Тут высаживаемся Это тут Это тут Но этот сюда Нормально Эээ, что здесь дисконнект Сейчас спрошу Субтитры сделал DimaTorzok Так Надо откатить таймер Он пишет, что так зайдет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я спрошу Кассованка, Рабат и Танжер Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, надо было пикинеров раньше на воду спускать. Могу из-за этого не взять, кстати. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, один ход стена. Плохо! Он решил купить слона, а стену... Так, построить. Ну, тоже верно. Да, не хватит силенки, походу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо было раньше все делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебя может попробовать огонь на рыцаря переманить. Ещё фрегаты вернулись у него. Надо было требушеты вести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не берётся. К сожалению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, блин, к нему проплыв такой тоже две клетки. Ну, обалдеть. Да и ко мне, в принципе, две клетки. Эх. Надо было больше арбалетов. Ну, а что-то можно ничего уже не делать. Думаю, этот город захватит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь, может, стену... Чтоб подольше просто... Как-то всё было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, я постарался. Э, ты не проигрыш, конечно, ещё. Просто хорошая попытка. Ну, еще и замок строит. Ну, уже не возьму город. Думаю, можно заканчивать попытки. Давайте лучше развитием займемся. Продолжение следует... Так... Блин, жалко мне еще одного пророка сейчас дадут. До открытия индустриализации. А, ну хотя на что шли? Я больше веру ни на что, кроме как на пророков, и не могу тратить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че-то я... Медленноват. Ну... Я попытался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так... Ну, 15 ходов. Навигацию я вряд ли сопру. Поэтому можно попробовать после индустриализации открыть навигацию и парочку фрегатов построить. А что у него, кстати... Ну, как, 6 у него должно быть, конечно. Но у него может быть больше. А, у него уже все железо использовано. Все, уже 6 фрегатов. Нифига себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ладно. Достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, первая атака будет на этот город. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, кроваву. Прикольно. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прям не знаю, куда отправлять юниты танжер защищать. Или... Ну, пускай пока так стоят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо было, конечно, раньше мне так атаковать, что я не сообразил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настроить этих арбалетов дофига, выйти, ну, собственно, в астрономию, и все. Так он смог отбиться, потому что у него уже и фрегаты есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, сколько у меня вообще рабочих? Наверное, уже надо пять. Давайте часть удалим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так будет у меня тут стоять посередке, не зная, куда бежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, опять глюки. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угу, вон он все-таки к этому плывет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем я так сделал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, вверх поплыл. Ну, там и проплыть у него-то единственное, либо на этот напасть, либо вот тут у меня тоже такой бухточка небольшенькая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 по науке как-то так производство за счет караванов кстати железа у меня больше если что он вышел 1 в индустриальную эру ну один ход не страшно а а Надеюсь, уголь у меня будет. Ну, у моего соперника сразу его нету, но, может быть, так где-то имеется. Видите, концентрирует. Хочет атаковать этот город. Так что давайте все-таки генерала туда перекинем. Мне кажется, тут мне попроще будет отбиваться. Вот пошла атака. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, блин, все равно он будет хостом Так, а что хотят города-государства? Ну, тут явно я по культуре первый Антверпен, ну, через 4 хода Сидней Альгамбру хочет Сидней Альгамбру Не успел 2 хода до стенку построить Жалко А, блин, а что у меня С углем Вот уголь И все? Ну, у меня хотя бы он есть Слушайте, можно на него город поставить Просто я не вижу, чтобы соперник вон был А, вот у меня и так есть уголь 3 штуки У меня какой-то город, видимо, на нем стоит Отлично Костя Безуссер Транс Продолжение следует... Пять ходов фабрика... Так... Что-то в гатлинге мне тут нафиг не... Пятнадцать ходов... Ничего себе... Никак... Не ускорить двенадцать... Тоже двенадцать... Продолжение следует... Продолжение следует... Слыш darum... Чёртmens... Чёрт... Чёрт... Продолжение следует... 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 Но он теми фрегатами всеми сюда плывет, я так понимаю... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, не знаю... В дальнейшем 2 часа никаких комментариев от меня не будет... Мне сейчас 2 часа их заново записывать нет никакой возможности, к сожалению... Я в некоторых местах сейчас вставлю комментарии, но заранее прошу прощения, что... Звуковых, речевых комментариев в дальнейшем будет по минимуму... Продолжение следует... 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 Тут я решил еще Каравеллу подарить городу-государству. Во-первых, это даст 5 очков влияния. Во-вторых, не даст возможность сопернику убить мне Каравеллу. Потому что ранение юнитов дает меньше очков опыта. Но вот видите, мой соперник отступает. Увидел, что у меня снизу тоже фрегаты подплывают. В данном случае мне проще именно потому, что у меня юниты очень быстро приходят на фронт. А ему надо плыть далеко. То есть, либо ему надо было реально очень сильный флот подготовить, чтобы меня атаковать. Прямо, не знаю, там, юнитов 12 хотя бы. Вот 12 юнитов он вполне, Танжир, ну тут я проспал. Просто проспал атаку моего фрегата. Я мог давно его отвезти. У него было движение. Плюс еще... У меня есть еще и арбалеты, которыми я могу отбиваться. Так что мясом он вполне мог тут Танжир продавить, а потом плыть и нижний город мой захватить. Либо надо было вообще сначала нижний город. Но тут, знаете, такая двоякая ситуация. И там, и там очень неудобно нападать. И там, и там его флот может быть зажат с двух сторон. Вот, так что тут, знаете, надо было подумать сначала. Но если бы у него было больше юнитов, он вполне мог бы продавить. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 сейчас еще antwerpen заберу в принципе по развитию мы даже так ровно идем и 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Ну вот тут у соперника хорошее место для защиты Я в принципе думаю, что правильно он поставил даже крепость Вот там всего, у меня всего две клетки для проплыва Снизу я подобраться к нему не смогу Несмотря на то, что я поставил город от соли на проплыве Так вот, там снизу нету возможности То есть вот ему надо защищать просто эти две клетки, чтобы я не прорвался Крепость стоит очень хорошо, то есть я не могу там оставить фрегат и не потерять их Ну вот еще, еще украл технологию Еще можно, кстати, шпиона посадить в какой-нибудь из городов Но тут плюс мой именно в том, что я могу быстро подводить юниты свои А ему, чтобы подвести, надо оплывать континент, как я и говорил Ну вот, я успел тут полечиться Специально держал лечилку до того момента Нет, капер не добежит Я просто думаю, что можно не убивать сейчас этот фрегат Пускай я в начале следующего хода попробую Лучше обстреливать, например, арбалет в крепости Тут так немножко выдвинутый этот мыс есть Ну и строю пушки, которые буду Уже апгрейдить во рту и ввести на моего соперника Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИчик Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Ну, могу сказать, что соперник на следующем ходу сдастся уже, поэтому можно подвести некоторые итоги. Во-первых, можно сказать, конечно же, что мне больше повезло с местом, чем сопернику. Мы играли на Пангея, но тут такая Пангея появилась, что это скорее континенты. Причем у меня много территорий и все четыре города-государства на этой территории, а моего соперника мало. Но даже свою территорию он, по-моему, не очень правильно использовал. Во-первых, ему надо было как минимум четыре города ставить. То, что он играл в традицию, это правильно, конечно же. Тут можно поиграть в развитие. Но еще вот один год, вот видите, вот тут сейчас слева, вот там, где варварский лагерь, вот там точно можно было город еще один поставить. И четырьмя городами уже все четыре города, которых на море, взяв эксплорейшн, отъедая их морскими караванами, вполне получилось бы намного лучше, чем вот он тремя городами играл. Ну и, как видите, через волю тоже можно вполне в развитии играть, если у вас есть место и возможности. Но просто тут я немножко лучше играю в любом случае. Здесь можно было Сиаму пробовать по-другому играть. Если бы я играл, например, в традицию за Марокко, если бы я начал играть в традицию за Марокко, я уверен, что я бы еще лучше развился, чем мой соперник. Но и через волю получилось тоже неплохо. Ему надо точно четыре города. Если против вас соперник играет волю, то три города это мало, надо хотя бы четыре. Тем более, что в традиции все бонусы как раз именно на четыре города. Можно тут было не спешить со многими вещами, ну и накопить... А, это я сейчас буду упрашивать, как всегда, чтобы он сдался. Накопить побольше фрегатов. Вот когда он мне нападал фрегатами, он вполне мог взять пару моих городов. Я, правда, не думаю, что это сильно бы повлияло на мое развитие, потому что, ну, воля это не так страшно все-таки, но... Отбросило бы точно. Я бы на эти города обратно забрал, но тем не менее. В общем, вот такая дуэль, длинная, почти шесть часов. Спасибо, что достарели до конца. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Спасибо, что достарели до конца. Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы достарели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.